В стране формируется новая культура волонтёрского движения. Выступая на открытии республиканского фронтофиса «Бргемес», президент Казахстана Касымжу Мартукаев рассказал о государственной поддержке волонтёров. Гульмирам потеряла две ноги и одну руку, но она не одна и сама помогает многим. Волонтёры работают бескорыстно. Фонд поддержки граждан с парализованными заболеваниями также предоставляет свои услуги бесплатно. «Наш принцип – не экономить деньги, а организовать реальную помощь. Мы стремимся изменить отношение общества к людям с ограниченными возможностями». Это относится ко всем присутствующим. Они прежде всего служат на благо страны. В древние времена наши предки защищали нашу родину, ни у кого не просят денег. И теперь, если сегодняшнее поколение добровольно вносит вклад в процветание нашей страны, я надеюсь, что они получат опыт и станут хорошим примером для будущего». Это всего лишь несколько примеров. Президент Казахстана объявил 2020 годом волонтёра. В настоящее время в стране насчитывается 16 тысяч официально зарегистрированных волонтёров. Количество объединяющих их организаций – более 200. А, к примеру, половина жителей Франции – волонтёры. Нам также нужно увеличить их количество. А количество тех, кто активно работает в этой сфере, составляет 50 тысяч. Но многие из них официально не зарегистрированы. Теперь они могут прийти и зарегистрироваться во фронт-офисе открытом сегодня. И такие центры будут открыты во всех регионах страны. «50 тысяч активных участников, а количество зарегистрированных – 16 тысяч человек. Ожидается, что число волонтёров будет увеличено до более чем 1 миллиона человек, а количество зарегистрированных – до 50 тысяч». Волонтёрство не должно быть очередной кампанией. Президент Казахстана сказал, что у волонтёрства нет возрастных ограничений. Туда можно идти и пожилым людям. «Волонтёрство для меня важно. Это движение, действие. Я не хочу вести другой образ жизни. Это хорошо для меня. А то, что я делаю, хорошо для общества и страны». Благотворительность всегда была присуща казахам. То же самое верно и сегодня. Государственная поддержка таких людей теперь будет усилена. «Ой, что я делаю, что я делаю, что я делаю. И, в конце концов, я делаю, что у меня есть серьезные изменения. Например, у меня есть волонтёрство для меня. У меня есть волонтёрство для меня. Кроме того, президент поручил Акиматам предоставить дополнительные гранты. И самое главное, выдающиеся волонтёры будут награждены государственными наградами. Однако есть, кто прикрывается волонтёрством. Подобная ситуация недавно произошла в Актобе. Деньги, собранные для лечения пострадавшего от пожара гражданина по имени Артём, были присвоены мошенниками. Президент ещё раз напомнил, что наказание является суровым для всех, кто посягает на благотворительную деятельность и волонтёрство. Субтитры создавал DimaTorzok